Война СССР в Афганистане Советский КПП в Термезе встречал солдат 40-й армии и ее командующего Бориса Громова, последним перешедшего мост через границу. Был еще один солдат, тело которого, завернутое в плащ-палатку, на броне БМП прошло последнюю дорогу домой. Страшное и короткое слово «война». Она в любые времена несла людям боль, слезы, горе, смерть. Не стала исключением и Афганская война 1979-1989 годов. В воду ограниченного контингента в Афганистан предшествовал целый ряд драматических обстоятельств. Первым из которых стал военный переворот 27 апреля 1978 года, когда к власти в Кабуле пришли просоветски настроенные левые силы. Затем эти нежданные и неожиданные революционеры, оказавшись под жестким прессингом со стороны местных фундаменталистов, запросили помощь у Москвы. Сначала оружие, советников, материальные ресурсы, а впоследствии, набрав аппетит, прямую военную поддержку. Кремль долго колебался, прежде чем принять роковое решение. Рассекреченные документы Политбюро, КГБ и Минобороны свидетельствуют о бурных спорах, возникавших на сей счет в высоких кабинетах, о том, как много явных и скрытых противников было у сторонников оказания Афганистану интернациональной помощи. И в партийной номенклатуре, и в генштабе, и в экспертном сообществе оказалось немало людей, хорошо понимавших, какими тяжелыми последствиями грозит масштабная военная операция. Однако министр обороны Устинов, глава Лубянки Андропов и министр иностранных дел Громыко сумели келейно продавить решение о вводе войск. Каждый из них руководствовался при этом своими соображениями, но все трое были уверены. Войска войдут на территорию сопредельного государства, наведут там порядок и скоро вернутся в свои казармы. Вместе с солдатами в горячей точке оказались и офицеры, и генералы, а их жены были уверены, что мужья в долгой командировке. Никто из них не предполагал участия в затяжной, изматывающей войне. Офицерские жены Гарнизоны и части Ожидание тревог И берег ваше счастье И берег ваше счастье Вам поверивший Бог Офицерские жены Выпускной белый бант Первым взглядом сраженный Молодой лейтенант А теперь вот лампасы Словно две колеи И билетные кассы И билетные кассы До войны и любви Офицерские жены Нежность искренних глаз Небосвод обожженный И военный приказ Есть, конечно, призвание Ему выверны И бессрочные звания И бессрочные звания Для любви И войны Офицерские жены Суета помолчим И аккордом мажорным Память сердца звучит Дети выросли быстро На столе ордена И звезда обелиска И звезда обелиска И любовь И любовь И война Офицерские жены Внуки вновь Внуки вновь на плацу От погон отраженный Свет вернулся к лицу Ваши верные чувства Вручают вас Вручают вас вновь И, конечно, искусство И, конечно, искусство Не война О любовь В декабре 1979 года Руководство приняло решение Об отправке в Афганистан Ограниченного контингента Советских войск 25 декабря С 15 часов Начался ввод соединений И частей 40-й армии В Афганистан В то время по трем направлениям Через Кушку, Термес, Харок 103-я воздушная десантная дивизия Перебрасывалась Военно-транспортной авиацией На аэродромы Кабула, Баграма И частично Кандагара Нас не встречали праздничным салютом Нам не дарили девушки цветов Встречали нас душманы Смертью лютой Не знавшим жалости Разящим в цель свинцом Первыми на территорию Афганистана В 1979 году Вошли части ВДВ Мотострелковое соединение Спецназ КГБ И ГРУ Родина Послала их на эту войну Они свой воинский долг Выполнили с честью Но вот советских войск Афганистан не привел К спаду вооруженного сопротивления Ведь в результате Многовековой борьбы За воевателями В сознании простого афганца Прочно утвердилось представление Что иностранные войска Вошедшие в страну Пусть даже с благими намерениями Это оккупанты С которыми нужно сражаться Ополченцы, душманы Создавали отряды В которых насчитывалось От десятка до нескольких тысяч человек Это были опытные Сильные воины Деятельность бандформирований Душманов щедро оплачивала Зарубежными покровителями Пакистаном и США Ну а нашим солдатам Почти еще мальчишкам Пришлось проходить наук Воевать на месте В ходе войны Непривычный знойный климат Холодная высокогорье Или раскаленные пустыни Тяжелейшие условия Партизанской войны Когда за любым камнем Кустом или домом Может оказаться вооруженный враг Вот в таких условиях Воевали наши воины Интернационалисты Субтитры подогнал «Симон» Офицерские погоны на плечах Словно родами горячие ладони Километры растворяются в ночах Офицеры своей чести не уронят И мальчишкам верил ты Субтитры подогнал «Симон» 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 Увы, наведение порядка растянулось почти на долгие 10 лет А последствия оказались катастрофическими и для региона, и для судьбы государств Отрядившего за мудрю 100-тысячный контингент Присутствие наших войск в Афганистане стало мощным стимулом для радикализации экстремистских сил Их широкой поддержки извне Война не только прекратилась, а, напротив, охватила буквально все провинции страны Невольно сделав кабульский режим марионеточным, целиком зависимым от чужих войск Советский Союз, и без того испытывавший серьезные экономические трудности Зашатался под гнетом колоссальных военных расходов Необходимости содержать огромную воюющую армию Плюс скормить немалое соседнее государство Вот почему, едва став генеральным секретарем Михаил Горбачев одним из приоритетов своей политики Сразу сделал решение афганской проблемы Однако и приняты решения о выводе войск И сам вывод растянулись на годы И тоже были связаны с чередой драматических событий Ты неси меня, река За крутые берега Где поля Где поля, мои поля Где леса Где леса, мои леса Ты неси Ты неси меня, река Да в родные мне места Где живет Где живет моя краса Голубы у нее глаза Как, как ночка темная Как, как речка быстрая Как одинокая луна На небе ждет меня она За туманом огонек 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 Как же он еще далек Огонек Ты мне, ветер, помоги Милой весточку шепни Знаю, ждет Знаю, ждет меня Моя краса Проглядела Проглядела в ночь глаза Как, как ночка темная Как, как речка быстрая Как, как одинокая луна На небе ждет меня она На небе ждет Огонек 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 Голубые глаза, как, как ночка темная, Как речка быстрая, как одинокая луна, на небе ждет меня она. Голубые глаза, как одинокая луна, на небе ждет меня она. Черный тюльпан. Четырехмоторный транспортный Ан-12, привозивший из Афганистана тела погибших. Красивое лирическое название «черный тюльпан», которое дали воины афганцы самолету Ан-12, скрывало страшную правду. На борту этого самолета всего за годы Афганской войны было выведено 15 031 погибших советских солдатов и офицеров. На фузеляже таких Ан-12 рисовали черные тюльпаны. Маджахеды, видя эти значки, самолеты не обстреливали. Субтитры создавал DimaTorzok Давай-ка, батя, выпьем водки, у нас еще чуть-чуть осталось. Пусть клён качается над нами, а мы нальем и повторим. Давай-ка, батя, выпьем водки и захмеляем где-то малость. Ну а потом тихонько сядет и просто, батя, помолчит. Ты извини, что я так редко Тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи Все время как-то набегут. А клён твой каждый раз весною Лис твой зеленый расцветает, Как в детстве запахи сирени И вишня тоже вся в цвету. Батя, вот и свиделись, батя, Извини, что так поздно, Жаль, что раньше не смог. Батя, вот и свиделись, батя, А в ответ только ветер. Что же, здравствуй, сынок. Давай-ка, батя, снова вспомним Твоих друзей по эскадрильи, Тех, кто однажды не вернулся, Не дотянув чуть-чуть домой. А сколько лет той дедной куртке, Что вместе мы с тобой носили, И с тонкой темно-бурой кожи Ты так и не купил другой. Давай-ка, батя, выпьем водки За то твое лихое время, За то твое большое небо, В котором ты, как птица, жил, За жизнь нелегкую такую, За ваше, батя, поколенье, За то, как ты горел и верил, Надеялся и как любил. Батя, вот и свиделись, батя, Извини, что так поздно, Жаль, что раньше не смог. Батя, вот и свиделись, батя, А в ответ только ветер, Что же, здравствуй, сынок. Субтитры подогнал «Симон» Батя, вот и свиделись, батя, Извини, что так поздно, Жаль, что раньше не смог. Батя, вот и свиделись, батя, А в ответ только ветер, Что же, здравствуй, сынок. А в ответ только ветер, Что же, здравствуй, сынок. А в ответ только ветер. А сколько длилась война? Ответить трудно. Корни уходят в далекое прошлое. Но известно, что та самая война с СССР в Афганистане Длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Военные потери в Афганистане с СССР. 15 031 погибших. На армию приходится 14 427. На КГБ 576. На МВД 28. 53 753 раненых. Те, кому посчастливилось вернуться домой. За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время были освобождены и вернулись на родину 130 человек. Сейчас неизвестна судьба 264 человек. О них либо нет вообще никакой информации, либо она не подтверждена. На момент вывода наших войск в 1989 году в этом списке было 311 фамилий. Получается, что за 30 лет прояснилась судьба лишь 47 человек. Из Латвии в боевых действиях в рядах советской армии было задействовано 3640 латвийцев, в то время жителей Латвийской ССР, из которых погибло 63 человека. Из них 9 из нашего города и Даугупилского края. 177 воинов получили тяжелые ранения и стали инвалидами. Один пропал без вести. Уважаемые друзья, дорогие горожане, дорогие афганцы. Приближается дата 15 февраля. Непростая и значимая для всех людей, которые были связаны с Афганистаном, которые помнят об этих событиях. 15 февраля 1989 года последняя колонна войск, которые находились в Афганистане, была выведена с территории этого государства. И в этот же день закончилась афганская война. Даугупилс тоже не обошло стороной это событие. Да и вообще вся афганская война, которая длилась 10 лет, и жертвами которой стали практически 15 тысяч человек. И сюда, к нам, в наш родной Даугупил, стали возвращаться герои, но стали приходить и похоронки. Сегодня здесь, у Вечного Огня, мы вспоминаем подвиг афганцев. Мы благодарим тех, кто вернулся, и вспоминаем тех, кто остался, чьи жизни были отданы там, в горах Афгани. От руководства Даугавтовской думы, от себя лично, я благодарю вас за вашу службу, за ваш подвиг. Спасибо вам, дорогие афганцы, за то, что не щадили вы своей жизни, своего здоровья, отдали многие свои жизни там. Хочется пожелать вам крепкого здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Берегите свои семьи. Живите счастливо. А мы, люди, которые не причастны напрямую к этому, будем всегда помнить ваш подвиг. Будем рассказывать об этом своим детям. Всего вам хорошего. Уважаемые воины и интернационалисты, от имени Генерального консульства Республики Беларусь в Дамгахпилсе и от меня лично, примите искренние поздравления по случаю очередной годовщины вывода войск из Афганистана. Еще один год прошел с той даты, когда наши войска вернулись домой. Непростой год. Летом 2021-го весь мир наблюдал за провальным отступлением США и некоторых стран НАТО из Афганистана. За 20 лет США потратили более 2 триллионов долларов на проведение этой операции. А в итоге, в панике, оставляя противнику оружие, бросая на произвол судьбы своих союзников, они уносили ноги от Талибана, который на тот момент уже контролировал Кабул. Этот эпизод еще раз заставил вспомнить фотографии 1989-го года, когда с честью, выполнив свой долг, достойно покидал Афганистан, советский контингент. Все познается в сравнении. И та самоотверженность, с которой наши молодые парни принимали все годы участие в регулировании вооруженного конфликта, вызывает огромное уважение и искреннюю признательность. Спасибо вам! Крепкого вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Дорогие жители Даугавпилса, уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане! Я генерал-полковник Васенин Вячеслав Александрович, прошлым заместитель командующего 40-й армии в Афганистане, член военного совета ракетных войск стратегического назначения России. Рад приветствовать вас в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. С чувством глубокой скорби по погибшим воинам и институционалистам, защищавших интересы нашего общего государства СССР, хочу отметить, выполнив свой воинский долг, мы были едины как в цели, так и в выполняемых задачах. 33 года тому назад точка была поставлена. Задачи выполнены с достоинством и честью. В этом есть наша с вами заслуга. Сегодня 15 февраля во всех республиках бывшего Союза и других странах мира вспоминают и поминают героев войны в Афганистане. Если стоит ли необходимо, вспомните героев афганцев, вашего родного города Даугав-Пилце. Подполковник Павел Митрофанович Рыбкин, старший лейтенант Рашид Чиреевич Эрганов, прапорщик Владимир Ермолаевич Михайлов, младший сержант Юрий Петрович Павлов, рядовой Владислав Эдуардович Кныш, рядовой Алексей Карпович Колесников, рядовой Евгений Викторович Масальский, рядовой Владимир Генрихович Крапон, рядовой Андрей Янович Гриян, недавно ушел из жизни великолепный спецназы Сергей Иванс. Спите спокойно, дорогие наши шурави, мы с вами и мы вас помним. В былые времена в Латвии Даугав-Пилце для нас, представителей 15 союзных республик, была эталоном всех мечтаний и надежд. Военнослужащие, ушедшие в запас, мечтали жить там, а афганцы, проживающие в Даугав-Пилце, до сих пор пользуются всеми благами того времени. Это и школы, детские сады, квартиры в пятиэтажках, электро- и тепломагистрали. Все это плод военных строителей, инженерных частей и советского государства по советским проектам. Дорогие друзья, Даугав-Пилц – второй город по величине и значимости в Латвии, он же Двинск, он же Борисоглебск, он же Динобург. Ваш город играл и играет значительную роль в истории Российской империи, советского государства и сейчас в современной истории независимой Латвии и России. В Даугав-Пилце проживает значительное количество латышей. Латгальцев, русских, белорусов, поляков и других национальностей. Даугав-Пилц находится непосредственно на границе Латвии и Российской Федерации является столицей Латгалии. Мы с вами близкие соседи и добрые друзья. Я довольно часто бывал в Риге, ранее и в новые времена. Там проживают и похоронены мои родственники. Там же я бывал неоднократно. Так же я бывал неоднократно в вашем городе. Участвовал в открытии памятника героям-афганцам, вооруженцам вашего города. Принимал участие в работе ваших ветеранских организаций. Способствовал в меру своих сил и возможностей в оказании помощи родителям погибших воинов-афганцев из вашего города. У меня была возможность поскольку оценить ваше гостеприимство и заботу о сохранении исторической памяти нашего народа, памяти воинов-афганцев, памяти ветеранов Великой Отечественной войны. За это вам низкий поклон. Желаю всем жителям вашего прекрасного города на Даугаве крепкого здоровья, счастья в ваших семьях, несгибаемого упорства достижения благородных целей развития вашего города и мирной республики Латвии. Вечная память павшим и ушедшим в мирное время, слава и почет ныне живущим. И помните, человек жив, пока его помнят. Помните, через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет, помните. О тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Песня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Память, память за собою позови В те далекие промчавшиеся дни Ты друзей моих ушедших оживи А друзьям живущим молодость верни Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память Посмотреть в глаза и глаз не отвести Уставать, шагать и снова уставать Дай мне волю до конца тебя нести Дай мне силы ничего не забывать Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память 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 Ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Субтитры сделал DimaTorzok 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 В честь тех, у кого жизни отнял Афган Кого в скорбных цинках встречали В честь всех похороненных в горных снегах Застываю в минуте молчания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На Афганскую войну Я подарила брату талисман Пусть он хранит от метких пуль душман Сказала слезы, вытирая мать Субтитры сделал DimaTorzok Тебя, сыночек, мама будет ждать Ты будь мужчиной, я тебя люблю Чтоб сохранил Всевышнего, молю Субтитры сделал DimaTorzok Месяц словно год И мама сына у порога ждет А сын убит душманами в бою Свой талисман зажав рукой кровавою А там война, ведь это был Афган И поднимался черный наш тюльпан А на войне, всегда как на войне Они служили все своей стране Слава погибшим сын Армиям Слава прошедшим тот Афган Слава нашим матерям Слава чести слава вам Слава погибшим сын Армиям Слава прошедшим тот Афган Слава погибшим сын Армиям Слава прошедшим тот Афган Слава прошедшим тот Афган Слава погибшим сын Армиям Слава прошедшим тот Афган Слава нашим матерям Слава чести слава вам В этой войне Советский Союз потерял техники Самолетов 103 единицы Вертолетов 317 Танков 147 Автомобили и инженерной техники 22 609 единиц Орудий И минометов 433 единицы Из-за высоких гор Гиндыкуша К нам долгое время не поступало Почти никаких сведений Лишь воздушные черные тюльпаны Доставлявшие гробы напоминали Что там идет настоящая война И нашим ребятам служба выпала не из легких Первое время тех Кого привозили в сынковых гробах Хранили ночью, чтобы никто не видел И ничего не знал На памятниках запрещали писать Воин-интернационалист Что погиб в Афганистане Просто дата рождения Имя, фамилия и дата смерти Мне влюбиться слишком рано А быть может слишком поздно Никому не верю я, как прежде Море счастья обмелело И река любви замерзла Но осталось озеро надежды Озеро надежды Все, как есть, прими Пусть никто не понял Ты меня пойми Озеро надежды Имя назови И скажи, куда мне деться Моей любви Треснет зеркало в прихожей На гитаре лопнут струны Я надену белые одежды За собой захлопнут двери И однажды впал на луне Я приду на озеро надежды За собой захлопнут двери И однажды впал на луне Я приду на озеро надежды Озеро надежды, все как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться Моей любви Озеро надежды, все как есть прими Пусть никто не понял, ты меня пойми Озеро надежды, имя назови И скажи, куда мне деться Моей любви Дорогие мои ветераны Жены ваши, дети и внуки Я искренне поздравляю вас с 33 годовщиной вывода советских войск Вернее, группы советских войск в Афганистане Из Афганистана Искренне желаю всем вам доброго здоровья Крепкого здоровья Долгих-долгих лет жизни И чтобы всегда вы помнили, хочу Что всегда рядом с вами найдется человек Ваш брат Афганец Который никогда Вернее, всегда Постарается помочь вам Всего вам самого-самого доброго Я обнимаю вас всех С праздником 33 годовщины Вывода советских войск Из Афганистана Спасибо вам За то, что вы и есть И в конце хочу выразить благодарность Особую благодарность Нашему режиссеру, ведущей Галине И Евгению Владимирову Которые много сделали для того Если не все Для того, чтобы Этот концерт В онлайне состоялся Спасибо вам Всего доброго Обнимаю Дорогие друзья Шурави Хочу поздравить вас С очередной годовщиной Вывода войск Из Афганистана Я всегда говорил И говорить буду Что войну начинают И заканчивают политики А солдат Выполняет Верен долгу Верен присяге И выполняет Свою воинскую присягу И свой воинский долг Порой до конца Ценой собственной жизни Многие из вас Выполнили Свою присягу Свой долг И вернулись домой А слезы матерей Погибших ребят Пусть будут на совести Тех Кто принимал решение Вводить войска В Афганистан Я же В свою очередь Хочу поздравить вас С выводом войск Из Афганистана Пожелать здоровья Удачи Вам Вашим семьям Всем близким Всем родным Здоровья вам И удачи А пока в нашей прессе Царило молчание В Афганистане Шла война Не знали родные Советских воинов Того Что их сыновья Мужья Братья Брошены в огонь Настоящих боев Спустя время Мы узнали Как опасна Профессия вертолетчика Что слово Сдух Означает не только Что-то возвышенное Но и бородатое существо С автоматом Калашникова Наперевес Военный жаргон Обогатился Новыми терминами Зеленка Вертушка Груз-300 Груз-200 В этом мотиве есть Какая-то фальшь Но где найти тех Кто услышит ее Подросший ребенок Воспитанный жизнью За шкафом Теперь ты видишь солнце Возьми Это твое Я объявляю свой дом Безъядерной зоной Я объявляю свой двор Безъядерной зоной Я объявляю свой город Безъядерной зоной Я объявляю свой Как непрочны стены Наших квартир Но кто-то один Не подставит За всех плечо Я вижу дом Я беру Руки Мел Нету замка Но я Владею ключом Я объявляю свой дом Безъядерной зоной Я объявляю свой двор Безъядерной зоной Я объявляю свой город Безъядерной зоной Я объявляю свой Где-то там за окном Ходит зима Синий цвет Белый снег Ночью и днём И меня Тишиной Сводит зима Но опять Я уснуть В доме пустой Тихо В саванном белый В югах В доме укрой Где-то Ты засыпаешь Где-то Но не со мной Но не со мной Где-то там В далеке Никогда Ты не поймёшь Где-то там Не со мной Так не знаешь Ты Кружит Белая вьюга Тихо Белая вьюга Вот я тима Слышишь Как заберзаю Снова Я без тебя Слышишь Как замерзаю Снова Я без тебя Я без тебя Дорогие афганцы Сегодня у нас Очень торжественный день 15 февраля День вывода войск Из Афганистана 33 годовщина Время летит быстро Как будто недавно В этот день Этот день считается День победы Афганцев В афганской войне Тяжелая война была Так как Очень Страна Непредвиденная Горы Жара Холод Пустыни Ветры Не видно Не слышно Поэтому Те задачи Которые бы Споставлены Правительством Советского Союза Солдаты Офицеры Выполнены С честь Я хочу И горжусь Тем Что вот Такие Солдаты Офицеры У нас С Латвии С Латгальской С Латгали Благодарю Всех Афганцев Кто участвовали В этой войне Афганской Благодарю За то Что вы честно Выполнили С высоким качеством И свой долг Отдали честно Благодарю Уважаемые воины Интернационалисты Поздравляю Вас С годовщиной Вывода Советских войск Из Афганистана 33 года Назад Закончилась Ваша война В то время Когда вы Выполняли Свой воинский Долг Согласно Данной Вами присяге Я служил Срочную службу В мой родной Екапелс Не пришел Ни один Груз 200 И только Встречая Демобилизованных Ровесников И видя Их боевые Награды Мы понимали Что вы возвращались С настоящей войны Говорят Что война Не закончилась Пока не похоронен Последний солдат Поэтому Согласно Поэтому Несколько лет Назад Якопилский Клуб Воинов Афганцев Выпустил Почтовую марку В память О единственном Пропавшем без вести На той войне Парня из Латвии А сегодня В этот памятный день Я хочу Как врач Пожелать вам Крепкого здоровья И сохранить Вашу Крепкую Многолетнюю Дружбу Солдаты И офицеры Радистки И медработники Честно Выполняли Свой воинский Долг Только Они знают Как тяжело Терять товарищей И друзей По оружию Только Те Кто Были На войне Знают Что солдаты Тоже Плачут И у них Разрываются Сердца Когда погибает Или умирает В муках Их друг И ничего Нельзя сделать Там За речкой Умели дружить По-настоящему И знали цену Этой дружбы Если получалось И не были в нарядах Или на боевых операциях То старались Отметить праздники Друзей Новый год Это как раз Вот праздник Который возвращал Солдат в детство Все верили Что под бой курантов Надо обязательно Загадать желание И оно сбудется Через несколько минут Уйдет в историю Год 1988 И вступит в свои права Новый 1989 Счастья и мира вам Дорогие товарищи С Новым годом И сегодня Многое говорят Уж мы там потерпели Военное поражение Якобы там еще что-то Все это полная чушь И задачи победить там не было Если бы была задача Стояла Пересыковой армии Победить Победа была бы достигнута Но какой ценой Вот это да Это вопрос Рассказ матери Он у меня был Маленького роста Родился маленький Рос маленький Об нему Мое солнышко Ничего не боялся Только наука Приходят однажды С улицы Мы ему нового пальто Купили ему 4 года Повесила я это пальто На вешалку И слышу из кухни Шлеп Шлеп Выбегаю Полная прихожая Ягушек Они из кармана Выскакивают А он их собирает Мамочка Ты не бойся Они добрые И назад в карман Запихивает Мое-то солнышко Игрушки любил военные Танк Автомат Пистолет Нацепит на себя И марширует по комнате Я солдат Я солдат Мое солнышко Говорю Ну поиграй во что-то мирное Забрали в армию Я молил Не о том Не чтобы его не убили А чтобы его не били Дура Не думала Не знала Куда сына отдаю Письмо пришло Из армии Ты мама не плачь Наша броня надежная Мое остыть солнышко Броня надежная Уже домой ждала Ему месяц остался до конца службы Рубашки купила Шарфик Туфли И сейчас они в шкафу Сына бы одела Так не разрешили Гроб открыть Поглядеть на сыночка Не разрешили Нашли ему форму по росту Не знаю В чем он там лежит Первым пришел капитан Из военкомата Крепись мать Я села на пол Мое солнышко Поднялась И набросилась на капитана Почему ты живой А моего сына нет Ты такой сильный А он маленький Ты мужчина А он мальчик Почему ты живой Привезли гроб Я стучала в гроб Мое ты солнышко Солнышко А сейчас Хожу к нему на могилку Упаду Обниму Мое ты солнышко Улетают на юг Журавли Клин врицается В небо ночное Я зажгу На окне Три свечи Растоплю печь И скатерть Накрою Одиноко Поленья Трещат Пламя Тышит Но нету Тепла Возвращайтесь Скорее Домой До зари До светла До утра Возвращайся Муж К жене Возвращайся Брат К сестре Возвращайтесь 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 Мать Сыночка Ночью Ждет А девчонка Слезы Льет О любимом О желанном О родном Разметала Нас По свету Пыль Дорог Жизнь Разлучница Морочит Не впервой Светит В холоде Ночи Мой Уголек Тем Кто снова Возвращается Домой Да не забыть Порогом Дома Своего Не срубить Березы Старой Укалитки И вечернею Зарею Над рекой Не забыть Родной Приветливой Улыбки Возвращайся Муж К жене Возвращайся Брат К систем Возвращайтесь 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 Мать Сыночка Ночью Ждет А девчонка Слезы Льет О любимом О желанном О родном Улетаем На юг Журавли Клин Вязается В небо Ночной Возвращайтесь Скорее Домой Быть Любимыми Счастье Большое Возвращайся Возвращайся Муж К жене Возвращайся Брат К сестре Возвращайтесь 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 Мать Сыночка Ночью Ждет А девчонка Слезы Льет О любимом О желанном О родном О любимом О желанном О родном Возвращайтесь Возвращайтесь Уважаемые соседи Дорогие Шурави Разрешите В канун 33-й годовщины Вывода Советских войск Из Афганистана Поздравить Вас С этой памятной Датой Вас И Ваших Близких Пожелать Вам крепкого Здоровья Благополучия Счастья Оптимизма Чистого неба Над головой Чтобы Никогда Наше Молодое Поколение Не знало Такой беды Чтобы Не было Больше Никаких Воин И вообще Во всем Мире Был Мир С днем Памяти Вас Дорогие Шурави С уважением К Вам Председатель Брасловской Организации Белорусского Союза Ветеранов Войны В Афганистане Леонид Микшта Уважаемые Войны Интернационалисты От лица Волонтеров Победы Латвии Хочу поздравить Вас С годовщиной Вывода Войск Из Афганистана Со всем Молодыми Ребятами Вы отправились Выполнять Свой долг Вдали От родины От родных И близких Людей Отдавая Своё здоровье И силы Очень жаль Что не всем Суждено было Вернуться Домой Очень грустно От того Что В кровавых Боях Сложили Свои головы Тысячи Бравых Солдат У памяти Нет границ У неё Свои законы Знаю Что в вашей памяти Навсегда Остались Лица Погибших Друзей И товарищей Будем Помнить Ребят Вам Хочу пожелать Семейного Благополучия Счастья Мирного Неба Над головой И Конечно же Крепкого Здоровья С днём Памяти Воинов Интернационалистов Командующий 40-й армией Генерал-лейтенант Громов Разработал План Отхода Войск Через перевал Саланг Операция Была завершена Без потерь В рамках Подготовки К выводу Войск Громов По его Собственному Признанию Позволял Себе Неверно Выполнять Распоряжение Командованию На время Вывода Войск Из Афганистана Командование Советских войск И позиции полевых командиров Маджахедов Негласно Договорились О нейтралитете В это время Из Москвы Пришел приказ Нанести Артиллерийский удар По позициям Полевых командиров Громов Изучив ситуацию В избежание Серьезных потерь Приказал Нанести удар По пустым Ущельям Солдаты Войн Не начинают Но расплачиваются Своей жизнью За ошибки Политиков Именно Они Капля света Образ темноте Я же видела Крылья ангела Ночь тебя звала Сердце ранила Я б за тобой пошла Если б могла Я бы плакала Я бы верила И крылья ангела Я б примерила Если б могла Если б могла Ты рядом где-то Но не видел мне Ты воин неба На чужой войне Я же видела Крылья ангела Если б могла Я бы плакала Я бы верила Я бы верила И крылья ангела Я бы примерила Если б могла Если б могла Я же видела крылья ангела Ночь тебя звала, сердце ранила Я б за тобой пошла Если б могла Я б уплакала Я бы верила крылья ангела Я б примерила, если б могла 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 Я бы верила крылья ангела Я б могла Весной 1988 года Горбачев встретился в Таджикистане с Наджибулой, после чего министр обороны Язов подписал директиву. Вывод войск завершить 15 февраля 1989 года. На тот момент за Мударьё и Пянджем находилось более 100 тысяч советских солдат, офицеров и генералов. 15 февраля 1989 года генерал Гуромов, командующий ограниченным контингентом советских войск, в Афганистане доложил, что вывод советских войск из этой страны закончен и на многозастрадальной земле Афганистана не осталось ни одного советского солдата. Наш народ ждал этого дня целых десять лет. Согласно официальной версии, он стал последним советским военнослужащим, переступившим границу двух стран. Однако в реальности на территории Афганистана оставались советские солдаты и офицеры, захваченные в плен, а также подразделения пограничников КГБ. Они пока продолжат выполнять задачи и вернутся в СССР лишь в апреле. Вот что рассказал журналу коммерсант Уикенд, полковник запаса Олег Кривопалов. Мы накрыли вечером 15-го числа стол, послали самого прибивного, он достал бутылки водку и мы на большую компанию одну бутылку выпили. Думаю, во всех частях происходило то же самое, но никто нас специально не собирал, не поздравлял, никаких торжеств не устраивал. Вышли и вышли. Единственное, чем нас награждали по случаю выхода, именными часами. Но вручали без имен и безо всякого торжественного ритуала. Выдавали карточки. Уважаемый прочерк, министр обороны награждает вас именными часами за выполнение интернационального воинского долга в Афганистане. И все. Конечно, по законам дерматургии и человеческим законам, вернувшийся с войны домой солдат первым должен был встречать глава государства. И ведь именно он, Горбачев, так последовательно руководил многолетней и многотрудной операцией по возвращению домой. Но тут отчего-то случился сбой. Никто из высших руководителей страны в Термес не приехал. Никто не сказал солдатам спасибо за выполненный ими долг. Не склонил голову в память о погибших. Заноза осталась. Привет, сестренка, моя родная, ну как дела? Зима дороги домой, наверное, уж самила. О звезды тают под Кандагаром в лучах заре. Ты только мали, что я в Афгане не говори. О звезды тают под Кандагаром в лучах заре. Ты только маме, что я в Афгане, не говори Сейчас субботник, хэбэ почище, и чёрт с войной Здесь пахнет потом, здесь спят ребята, был трудный бой С дружком Олегом, что он вернётся, держу парень Ты только маме, что я в Афгане, не говори С дружком Олегом, что он вернётся, держу парень Ты только маме, что я в Афгане, не говори Сегодня ночью, душманской миной, был танк подбег Танкист-мальчишка в тельпане чёрном домой летит Послать бы матом войну проклятую, хоть плачь, ори Ты только маме, что я в Афгане, не говори Послать бы матом войну проклятую, хоть плачь, ори Ты только маме, что я в Афгане, не говори Афгане, 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 не говори Горит в тумане горы, сурок Афган Опять ребята уходят ночью на караван Я знаю точно, не все вернётся, в огне сгоре Ты только маме, что я в Афгане, не говори Я знаю точно, не все вернётся, в огне сгоре Ты только маме, что я в Афгане, не говори Своей сестрёнке я шлю горячий большой привет Скажи пусть пишет, давно из дома, уж письм нет А если спрос, о чём пишу я, ну что ж, соври Ты только маме, что я в Афгане, не говори А если спрос, о чём пишу, ну что ж, соври Ты только маме, что я в Афгане, не говори Субтитры сделал DimaTorzok Последним Афганистан покидает в районе населённого пункта Хайратон 783-й отдельный разведывательный батальон Бой, который, помнят все, произошёл 3 августа 1980 года Это подразделение вместе со 149-м гвардейским мотострелковым полком Приняло в участие в одном из самых тяжёлых боестолкновений компании со значительным потерям за всю войну Это был бой у кишлака Шаеста Находившийся в максимальной удалённости от основных сил дивизии оказался в котле маджахедов С прилегающих к ущелью высот по нему был открыт непрерывный кинжальный огонь Связь батальона была прервана прицельным огнём по радиостанции вражескими снайперами Это не позволило связаться со значительно удалившейся от ущелья бронегруппой и вызвать огонь артиллерии Противник методично в течение нескольких часов ружейно-пулемётным огнём расстреливал окружённых разведчиков Которые до последнего оказывали ожесточённое сопротивление Подавив огнём последние очаги сопротивления, маджахеды спустились вглубь ущелья Добив раненых, разведчиков и собрав оружие погибших удалились с места боя Общее число потерь составило 49 человек погибшими и 48 ранеными По свидетельствам очевидцев, многие из погибших разведчиков, будучи ранеными, сами подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен Командир 783 ОРБ майор Алибек Кадыров был обвинён вышестоящим начальством в безграмотном командовании и бездействии в критической ситуации Понижен звание, должности и отправлен в СССР По официальным данным Минобороны, всего за годы военных действий через Афганистан прошли 620 тысяч советских граждан На Афганской земле продолжалась война С красной кровью земля вся смешалась Для бывалых солдат это будние дни Но для нас всё казалось адом Для бывалых солдат это будние дни Но для нас всё казалось адом Но приказ есть приказ Да и ты ведь солдат Мы в горячий песок зарывались И здесь каждый из нас Свой патрон дам в запас Чтобы смерть превратилась в реальность И здесь каждый из нас Свой патрон дам в запас Чтобы смерть превратилась в реальность Не бери ты его Не бери, друг, солдат Потерпи хоть минуту Продержись ещё час Не бери ты его Подожди умирать Сохрани на потом Не пришёл ведь твой час Не смолкал пулемёт Прижимая к земле Утемнело вдруг ясное небо И товарищ мой рядом Вдруг обмяк на песке В его взгляде я увидел усталость И товарищ мой рядом вдруг обмяк на песке В его взгляде я увидел усталость Из пустых желтизна засыпала песок И патроны так быстро кончались И остался последний тот, что был на запас Но который мы взять не решались И остался последний тот, что был на запас Но который мы взять не решались Не бери ты его, не бери, друг, солдат Потерпи хоть минуту, продержись еще час Не бери ты его, подожди умирать Сохрани на потом, не пришел ведь в твой час Не бери ты его, подожди умирать Сохрани на потом, не пришел ведь в твой час Бой гремел до утра, здесь сам рута легла Старшина до конца там держался Он хотел очень жить, он сумел победить И в бою он один удержался Он хотел очень жить, он сумел победить И в бою он один удержался И последний патрон, лишь остался при нем Для последней минуты предназначен был он И настал уже срок, взять его бы пора Но здесь что-то не так, его сдрогнет рука Не бери ты его, не бери, друг, солдат Потерпи хоть минуту, продержись еще час Его в память подаришь своим детям, любя Чтобы их никогда не коснулась война Его в память подаришь своим детям, любя Чтобы их никогда не коснулась война Субтитры создавал DimaTorzok Это не только день памяти всем погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Раскрыв альбом облеклые страницы, мне вспоминается афганская война. У дружбы ведь армейской нет границы. И пусть не та у нас теперь страна, одно лишь жалко. Вспомнив эту тему, встречаться очень редко можно нам. Общаемся мы лишь по интернету, по электронным только адресам. Марьюшка Субтитры создавал DimaTorzok Я слезами горькими горницу вымою, и на годы долгие дверь закрою. Субтитры создавал DimaTorzok Наклонюсь над озером и воюю, и воюю, высмотрю, как в зеркале, что с тобою. Субтитры создавал DimaTorzok Травушка, муравушка, сочная, мятная, без тебя ломается, ветры дуют. Долюшка солдатская, родная, родная, что, как пули грудь твою не минуют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как же живется ребятам-афганцам в наше нелегкое время? А им живется не всегда легко и просто. Проблем много. Это здоровье и работа, и социальная адаптация инвалидов. Что бы ни говорили, что бы ни думали, а они сумели с достоинством и честью пройти огонь боев и дым пожарищ. Они знают цену мужской дружбы, закаленной в огне, знают, как оплакивать потери. Они честны перед совестью и святой памятью. Для нас война в Афганистане – история. История, написанная кровью солдат и слезами матерей. Обелисками со звездочками и фронтовым ветром, ворвавшимся в нашу жизнь стихами и песнями. Но эту историю должен знать каждый уважающий себя человек. Потому что это история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых. До свидания, Афгамы! Этот призначный мир не пристало добром вспоминать тебя в Родине. Но о чем-то грустит боевой победитель. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, львов, львов, львов. Прощайте, горы, львов, 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 львов. Чем наша боль и наша слава, чем мы земля Афганистана. И сутки, слезы, матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, И дела, не доделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, львов, львов, львов. Какую цель мы здесь плотили? Врага какого не добились? Каких оставили друзей? Здравствуйте, ребята. Что такое цель? Да, я думаю, что это. Здравствуйте. Скажите, кто знает такой цель? Вы что, нет? Все вы? Все вы, все вы. Вы же дома, наверное. Здорово. Здорово, ну ладно, ну что-то. Здорово, ну ладно, ну что-то. Здорово, ну ладно, ну ладно, ну ладно.